У меня быстрее сухие локти, лодыжки, нехватка энергии именно по вечерам. Запах пота, холодные руки и ноги, какое-то снижение либидо. Когда я начала вегетарианство, я не сдавала анализы. Я понимала, что теряла здоровье, потому что неправильно питалась, сухость прошла. По вечерам у меня появилась энергия. Исчез вот этот неприятный запах пота, руки и ноги перестали мерзнуть. Инструация сейчас у меня не набухала грудь. Цвет ровный, как и должен быть. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Елена. Мне 44 года. Я из города Ханты-Мансинска. Мама двоих взрослых детей и молодая бабушка. Что привело вас на школу здоровья? Ну что привело? 5 лет назад я стала вегетарианцем. Еще у меня был опыт сыроедения, фруктоедения. Еще я проходила разные детоксы, занималась своим здоровьем. И до школы здоровья для меня специально тоже написали индивидуальную программу по восстановлению здоровья. Я ее прошла, результаты были хорошие. Но анализы, они сначала улучшились, а потом опять скакивились. У меня гастрит, он правда в ремиссии. Ну на предыдущих детоксах, программах, что я проходила, он у меня обострялся. Здесь на школе здоровья этого не было. У меня были сухие локти, лодыжки. Особенно это начиная с осени и до конца весны. Мажешь кремом, не мажешь, разница. Заметила, что началось попростывание суставов при движении. И добавилась у меня нехватка энергии именно по вечерам. То есть днем я совершенно нормально. Но вечером, придя с работы, у меня только хватало на то, чтобы приготовить ужин. И все, я потом влезла в горизонтальное положение, получили телевизор. Я просто уснула. Был запах фото. Особенно я там начинаю волноваться. Холодные руки и ноги. С менструацией, конечно, больших проблем не было. Свет был нечистый, да, такой темный, не могли долго мазать. Плюс у меня было ждутие от некоторых продуктов. Папуста, яблоки. Прошло сейчас, да? Да. Периодически, вот, ну, как бы, падение волос в последние полгода, я заметила, какое-то снижение либидо. Поскольку вы не новичок, вы уже пробовали разные программы. Скажите, пожалуйста, вот вы почувствовали разницу между нашим комплексным подходом, который мы даем на школе здоровья, и то, что вы до этого пробовали? Да, да, я почувствовала. Именно здесь у меня получилось не остановиться, не бросить на середине пути. Благодаря заинтересованности всей команды в том, чтобы довести каждого участника до результата. Локти и лодыжки практически скопость прошла. Вот эти вот трещинки, которые образовывались, их сейчас нет. По вечерам у меня появилась энергия. Улучшилось настроение, стрессоустойчивость повысилась. Исчез вот этот неприятный запах фото, да? Руки и ноги перестали мерзнуть. Я носки уже недели две не надбиваю. Как я дома постоянно в шерстяных восках ходила. Получается, это вторая менструация сейчас у меня за время школы здоровья. Я не почувствовала, как они у меня начались. То есть вообще просто естественно. Как и должно быть. Да, как и должно быть. Не вздувался животик, там не набухала грудь. Цвет ровный, как и должен быть. Никаких там лишних выделений. Благодаря школе здоровья, теперь у меня никаких перекусов нет. И они вообще не нужны. Ну да, да. Вы теперь научились грамотно принимать основные приемы пищи, чтобы не тянуло на перекусы. Это вообще здорово. И потом просто пью воду. Это очень приятно, что мы еще такому бывалому зожнику смогли много нового показать и научить. Да, я тоже очень рада своим результатам. Я прямо это отмечаю, что может быть, да, они такие небольшие. Но эти даже небольшие результаты для меня лично, для меня они очень важны. Ну, поскольку вы пришли на ВИП-тариф, да, наша с вами работа, она только началась, по сути. Вы получили свою схему, вы будете пробивать. Вот. И будут еще лучше результаты. Мой большой минус был в том, что когда я начала, ну, вот, культурить, вообще здоровому образу жизни, вегетарианстве, я не сдавала анализы. Я понимала, что теряла здоровье, потому что неправильно питалась. Меню превосходное. Меня муж оценил. А сейчас он уехал, и он настолько привык, есть то, что я готовлю, что он мне, находясь с мамой в отпуске, он сказал, Лена, отправь мне, пожалуйста, меню. Буду что-то пытаться готовить, потому что я уже не могу. Даже мужчину заценил. То вы можете посоветовать нашим читателям, которые, может быть, сомневаются идти, не идти на Школу Здоровья. Я бы хотела посоветовать, чтобы не откладывали жизнь на потом. Но потом может не быть просто. Да. Может, как это, внутрировано, но потом может не быть. Ну, правда, жизнь. Да, и я всем рекомендую пойти на Школу Здоровья, потому что здесь уникальная команда, уникальная структура подачи материала. Вложение в свое здоровье – это одно из лучших вложений, что может сделать для себя человек. Это просто. И для себя, и для своих близких, да, тоже? Да, и для своих близких, да. Главное – решиться. Еще благодаря Школе Здоровья – это, наверное, самый мой большой инсайт, свое предназначение. Я поняла, что я столько, ну, много лет иду по пути к своему идеальному здоровью. И так много людей этим интересуются, спрашивают. И я поняла, что я очень хочу поступить на факультет Кати, на матрициологию. Я загорелась, и у меня прямо такое желание, чтобы здесь, в нашем городе, открыть офис здоровья, чтобы здесь были такие чудесные препараты. Хочется помогать другим, потому что, видишь, как просто другие страдают. Спасибо вам большое, в первую очередь, потому что, ну, вы же зарядили, то есть, вот, тем отношением, да, своим, ко всем участникам группы. Именно это то, что отличает Школу Здоровья вообще, ну, от других, да, каких-то, вот, ну, там, может, школу, еще кто-то там. А на отношениях все и строится. То есть, я вот искренне желаю, да, процветания, да, Школе Здоровья. И чтобы вот именно этот дух команды, отношение к людям, оно оставалось. И тогда всегда, ну, будут приходить люди. Благодарю вас за отзыв. Приятно было с вами пообщаться. Продолжение следует...